Здравствуйте, Андрей Андреевич, большое спасибо за ваш совет, информация бесценна, еще раз спасибо. Вопрос, я поменял о паспорте, дату рождения, поменял ли я свою судьбу и в какую, в хорошую или плохую, в вашем случае в хорошую. Я родился в 1975 году, но всем я говорю, что я родился в 1971 году, таким образом я естественным образом обманываю людей. Почему так произошло? В моей жизни это произошло вот по такой причине. Я начал болеть онкологическим заболеванием. И когда я начал болеть онкологическим заболеванием, то терапия, которую проводили мне в медицинских заведениях, она мне не помогала. То есть не улучшалось состояние крови, не уменьшались опухоли и в общем-то я чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Ну и уже когда поехал во Львов, а потом в Польшу, то мне львовский врач, одна женщина сказала даже такие слова. Вам ничего не поможет, вы фактически 100% умрете. Я познакомился с человеком, его зовут Николай, и он мне посоветовал поехать к эзотерику, который находится в Индии, астрологу. Который бы, по его мнению, мог бы мне помочь изменить мою судьбу. У меня были возможности такие, в общем-то я имел возможность это сделать, и я поехал в Индию, в городе Пандичери. Мне назначили встречу, и я приехал к этому астрологу. Он астролог в системе Джойтиш. Он разобрал мою карту и так далее, и после этого сказал мне буквально следующие слова. Как бы и что бы я ни делал, глядя в вашу карту, у вас идет смерть на протяжении следующих 4 лет. Он говорит, вы не жилец, и у вас везде идет окончание жизни. Если не в этом, то в следующем, если не в следующем, то в следующем. И 4 года вы 100% умрете. Я говорю, ну я жить хочу, я так далеко к вам ехал. И он мне говорит, если вы хотите, то вы за эти 4 года умрете. Поэтому вы должны начать или должны прям с этого дня постареть. Я говорю, как я это сделаю, с этого дня постарею. Он мне говорит, сделайте себя на 4 года старше. То есть вы с 1975 года сделайте себя с 1971. Я говорю, да, и как это, просто говорите себе, если у вас кто-то будет спрашивать, говорите. А это как раз было в октябре, а в ноябре у меня был день рождения. И в ноябре, когда у меня был день рождения, мои знакомые, друзья и близкие начали меня поздравлять. Я говорю, все, я с этого года больше не отмечаю свое день рождения с 1975 года, а буду отмечать его с 1971. Мне говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, нет, это мне так вот подсказали. И когда я начал отмечать, а, как он интерпретировал это? Он говорит, если ты 4 года переступишь или перескочнешь, то тогда эти 4 года как бы твоей жизни, ты станешь старше, как бы переедя их. А дальше тебя судьба всю жизнь будет счастливой. Ну и, в общем-то, вот так и произошло, а мне пришлось это пережить. И, вы знаете, мне 100% помогло. Мне прям 100% помогло. Сейчас начнется Андрей Андреевич, дайте этого человека номер телефона и так далее. Не могу дать, я не знаю его номера телефона. Те люди, которые тогда организовали встречу, сейчас эти люди для меня недоступны. Люди, с которыми я общался, они вообще уехали, живут сейчас где-то, ни контактов, ничего нет. Поэтому я бы и сам, возможно, хотел бы съездить к такому человеку, но теперь я найти его не могу. Далее, по поводу некоторых храмов и исполнения желаний. Да, есть храм, который называется храмом Терупати в городе, или храмом Баладжи, который находится в городе Терупати. И действительно, если в этом храме подойти и попросить божество черного цвета, чтобы оно исполнило ваше желание, то это желание на 100% исполняется. В моей жизни было желание, и я ездил несколько раз к этому храму, а именно два раза. Все два раза оба желания исполнились на 100%. Это очень хорошо, знаете. И у меня есть история, одна женщина, которая болела онкологией, поехала, попросила, чтобы она не болела, и ее смогли вылечить.